Всем привет! Вы на канале Жизнь с цветами и без. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Ребята, я вот посчитала, прошло 34 дня, как я обрезала и поставила на зимовку свои бугенвили. Кому интересно, от 7 ноября. Да, у меня есть видео, где я подстригаю свои бугенвили. 7 ноября я их только занесла домой. А так они у меня были на улице. За окнами у меня балкончики сваренные маленькие. И вот там они так допоздна стояли. Ну, не удивляйтесь, я живу на юге Туапсинский район. У нас тепло. И зимой тепло. Редко бывает снег и мороз. И вот как сейчас выглядят бугенвили на балконе. Да, для начала, наверное, все-таки посмотрим, что у меня сейчас с температурой. 22 градуса на балконе, 62% влажности. Балкон неотапливаемый. Неотапливаемый. О, я сказала. Но дверь на кухню открыта. Так. Ну что, покажу, какая погода на улице. Для начала, да? Интрижку сохраняем. Дождик идет. Сегодня воскресенье, 10 декабря. И у нас воскресная ярмарка выходного дня. Граждане новоселы, внедряйте культурку. Вешайте коврики на сухую штукатурку. Никакого модернизма, никакого абстракционизма. Сохраняй стены от сырости, вазь от травматизма. Налетай, торопись, покупай, живопись. Рекомендую классический сюжет «Русалка» в подноименной опере. Музыка другомышского, слова Пушкина. Сравата. Одну минуточку. Имеется вполне нейтральный сюжет, рекомендованный даже к употреблению в детских учреждениях. Пожалуйста. Ой, не то, не то. Одну минуточку, простите. Вот, пожалуйста. А? Заверните. Ну что, давайте рассмотрим поближе. Надо сказать сразу, что обрезала я их нещадно. Вот кто не захочет пересматривать мое видео, вот я вам так покажу. Обрезала я их. По принципу, что не нравится, то и резала. Не выбирала там веточки никакие. И когда я принесла и поставила их сюда на балкон, практически все кусты сбросили листву. Стояли лысенькими. И почти сразу они начали выпускать новые листочки. Так, я надеюсь, я показываю вам понятно. Здесь даже угол самый темный, однако все равно продолжает здесь расти и даже цвести. Вот цветочек бугенвилии. И вон там еще целая ветка бугенвилии. Так, давай настраивайся. Фокусируйся. Во! Во, отлично. А здесь угол прям совсем темный при темной. Смотрите, как я все это дело кромсала, чтобы они не упирались у меня в ящики верхние. Так, и... А теперь заостряю ваше внимание на то, что начинает обрастать все это дело. Я вам через месяц покажу. Они будут все стоять в листве. И уже дадут прямо стебли. Ну, я их опять буду обрезать. Мне не надо, чтобы они до весны здесь бушевали. Просто хранить негде. А так можно было бы их и не обрезать и всю зиму. Пусть растут и цветут. Прошлую зиму они у меня в комнате росли. В этот раз я их решила вынести на балкон. И чувствуют они себя отлично. Это все новая листва. Видите? Стоят они у меня вот в таких ящиках. Мне удобно поливать. Что на улице стоят они в таких ящиках, что вот здесь на балконе стоят. Надо в этом году, кстати, ящики обновить. Ну, к весне купить. И вот я прям в ящик выливаю вот по литровому... О, опять хочу сказать чайничку. Кто ты? Поливалка, да? Леечка. Вот прям вот сюда выливаю. И все. Вот за один месяц я только один раз полила. Выбрала, когда на улице была солнечная погода и на балконе было жарко. И я прям повыливала сюда. За два дня они выпивают. Вот даже до сих пор они уже... Грунтик сухенький. А давайте я сегодня полью. Вот при вас. Смотрите. Вода у меня здесь. В зимний период я воду замораживаю. И вода у меня хранится в морозилке. Потом я ее достаю, размораживаю. Она становится комнатной температуры. И я вот так вот выливаю. Смотрите. Здесь, наверное, сантиметра полтора, а то и два. Вот таким нижним поливом. Чтобы каждый цветок не поливать, не поймешь, сколько ему надо. А так они уже каждый выпьют именно столько, сколько ему надо. О, прям все-все-все вам покажу листочки. Ну, молоденькие, красивенькие. Я говорю, вы можете не обрезать. Но я рекомендую обрезать. Почему? Вот даже куст почти голый. Но у него, смотрите, это чуть-чуть позже пошло. Но листочки уже наклевываются. Почему я... А этот вообще еще не сбросил листву. Давайте мы его запомним. И через месяц посмотрим, как он будет выглядеть. Он должен тоже сбросить листву. Почему рекомендую обрезать? Потому что бугенвилия цветет только на вновь выпущенных побегах. На старых побегах она не цветет. Вот по идее, вот эти все побеги должны зацвести. Ну, если я их не обрежу. Вот. Дальше что хочу показать. Вот стоят они у меня не просто на холодной вот этой столешнице. Стоят они у меня на... Вон там видно хорошо. На пенопласте. Пенопласт не сплошной. А такие квадратики. Так. И получается... Сейчас стул отодвину. Вот. Вот чтобы даже не сдвигать. А вот так даже покажу. Видите? Между пенопластами есть все-таки воздух. И между ящиками тоже есть воздух. По-моему, понятней некуда, рассказываю, да? Пока снимала... Вот, смотрите. Я везде поналивала уже воду. Обратили внимание, да? Везде. Уже начали пить мои бугенвилии. Что касается удобрений. Я зимой не удобряю. Вот уже весной, перед тем, как выставить цветы на улицу, я их, возможно, да невозможно, а полью с удобрением, с каким-нибудь, каким еще не придумала. В прошлом году я их поливала селитрой. Одна чайная ложка на литр воды. И пролила. Все, по-моему, цветы я пролила. Не только бугенвилии. Перед тем, как выставить на улицу. Грунт. В прошлом году, когда я заносила свои бугенвилии также в дом, я вытряхивала, насколько возможно, верхний слой грунта из горшков. В этом году я это сделаю весной. Ну, вот почему-то мне так хочется. Ну, почему? Я подумала, что залито. Этот грунт, напитанный дождевой водой, все-таки он не потерял своей пользы для цветов. Правильно? И вот, а за зиму этот грунт, как говорится, обеднеет. И я именно весной добавлю вот этот грунтик с меню. Не пересаживала я эти бугенвилии, но года три. Ну, как-то меня устраивает. И горшки устраивает, и грунт устраивает. Вот насколько можно. Вот перевернул горшок сухим, как до полива. Сколько вылетит оттуда земли из горшка, столько и вылетит. А остальное добавлю. Самое слабое место у бугенвилии это корни. Почему я и поставила их, эти горшки, на пенопласт. Если корни замерзли, либо вы их повредили, либо завелся там жучок-паучок и корни повредил, бугенвилию практически невозможно спасти. И когда вы их черенкуете, укореняете, вот самый первый период, когда они еще маленькие, это самый сложный период для бугенвилии. Вот в пересадке надо аккуратно-аккуратно с этими корнями. Там методом перевалочки, не дыша, исполняя вокруг танец с бубном. Но там не просто танец, там надо говорить ритуальные слова и определенные движения надо делать. Я укореняла, черенковала. Но это столько мороки. Думаю, да ну их нафиг. В принципе, у меня вот так вот все устраивает. Да, у меня еще, кстати, появилась новая... Это моя фисовочка. Что? Фисовочка. Чего? Фисочка. Прикол такой. И я теперь еще вот играюсь с этим очистителем воды. И сама пью, и в цветочки вот прогоняя через этот фильтр. Там уголь в этом фильтре, кто не знает. Тоже могу полить цветы. Именно вот этой водой прогоняю. У нас вода... Так, сейчас мне местные скажут, разве у нас вода плохая? У меня много местных подписчиков. Ребята, у нас вода неплохая. Она у нас поганая. И я свои цветы не поливаю этой водой. Кто не верит, загляните в чайник и проведите пальцем по стенкам чайника. Там столько образуется накипи, солей. И вот эти все соли вы либо глотаете и зацаряете свой организм, либо вот поливая цветы этой водой с солью, вы медленно убиваете свои растения. Вот часто и густо говорят, что на поверхности горшка белый налет. Это вот если вы поливаете цветы как раз жесткой водой с солями. Эти соли образуются на поверхности. Как бороться? Да никак. Ложечкой собираете эту соль и добавляете свеженький грунт. Но чтобы этого не образовывалось, лучше поливайте отстоянной водой, либо фильтрованной водой, либо замороженной водой. Кстати, этот фильтр мне подарила Кума. Моя с Кубани. Ну, не буду кривить душой, сюрпризом это не было. Мы уже девочки взрослые. Ей и мне по 58 лет. Она меня спросила, что тебе подарить. А у нее такой фильтр уже не один и не один год. А я как-то не пользовалась никогда. Всегда у меня в кувшине стояла вода и отстаивалась. Я говорю, ну, купи мне фильтр. Вот она купила. Это та Кума, которая обещала нам всем еще с лета прислать мне свои видео, чтобы я смонтировала очередной фильм «Цветы у Кумы». Ну вот, как-то она все нас кормит и кормит обещаниями. Кстати, она сегодня, 10 декабря, мне сказала, что сегодня она пришлет видео со своими цветочками. Ну вот, как-то я... Я вам не верю. Почему? Ну, не верю. Ну так, про полив, про грунт, про удобрение зимой я вам сказала. Ну и кто, как говорится, не сможет посмотреть мои видео или не захочет посмотреть, я повторюсь про горшки. Вот у меня они растут в горшках высоких. Именно худые и высокие. Ну, это транспортировочные горшки и называются они для роз, если кто будет покупать. Дело в том, что бугенвилии, у них корни тянутся вниз. И вот смотрите, они прям вот узкие, но высокие. Вот это именно то, что надо бугенвилиям. Не маленькие горшочки такие, плошечки, а именно худые, высокие. И это будет вам еще один секретик мой, да? Почему? Заговорила о секретиках. И цветы бугенвилии у вас будут хорошо расти именно в этих горшках. Мне написала, по-моему, белкосит. Говорит, так я теперь поняла, почему у тебя хорошо все цветы растут, потому что ты танцуешь вокруг них с бубном. Ну, она просто не видела моих других видео. Я частенько показываю свой бубен, да-да-да. Я вокруг цветов с бубном танцую. Даже в каком-то видео показывала весь ритуал, что надо говорить и как танцевать вокруг. Сейчас я этого говорить не буду, потому что, ну, это магия. И магию раскрывать нельзя, иначе она перестанет работать. Ну, я надеюсь, вы все поняли, что это шутка юмора. А то же некоторые люди поверят в эту магию. И на этой веселой ноте я желаю вам и вашим цветочкам процветания. И помните, что все будет хорошо. Вот даже не сомневайтесь, я это точно знаю, потому что по-другому просто быть не может. Кстати, дождь усилился. И вот когда дождь барабанит за окном, это самое то время, когда нужно танцевать с бубном. Это улучшает эффект роста и цветения цветов. Один глупый капитан в бурную погоду Взялся на барабан вместо парохода. В это время град пошел Покрупней гороха Барабану хорошо, Капитану плохо. А вот даже в это время град пошел Покрупней гороха Барабану хорошо, Барабану хорошо, Качи, качи, качи стану плохо.